Привет, друзья! В прошлых роликах мы научились создавать и редактировать проект среди Polygon, разобрались, как работать с библиотекой PAOven.io и посмотрели разные возможности отладки. Теперь пора переходить к обмену по протоколу Modbus. Начнем с того, что научимся настраивать PLK как Modbus TCP Slave, а в качестве мастера сети будем использовать наш Oveno PC Server. Создадим новый проект Polygon и для настройки обмена добавим библиотеку PA Modbus. Напомню, что сделать это можно через меню окна Проекты. Добавим вместо работы фон программу с названием Modbus TCP Slave, а в эту программу добавим страницу. На ней создадим блок TCP IP SRA из библиотеки PA Core, раздел системные. Во входах блока пропишем порт контроллера для обмена по протоколу Modbus, а IP-адрес интерфейса контроллера можно задать вручную в двойных кавычках. Или можно использовать SQL-запрос к свойству модуля. Для этого добавим в свойствах модуля пользовательское свойство 0 из нижнего выпадающего списка и пропишем в него IP-адрес интерфейса PLK, который мы будем использовать для обмена. Скопируем SQL-запрос для получения IP-адреса со входа блока OPC UA сервера, который используется для подключения от латчика полигон. В этом скопированном запросе пропишем идентификатор пользовательского свойства 0 . Кстати, этот идентификатор свойства можно увидеть при наведении на него левой кнопкой мыши в окне свойств модуля. Теперь добавим на страницу блок протокола Modbus TCP Slave из библиотеки PA Modbus и соединим его вход с выходом блока TCP IP SRA. Вот так. Затем добавим на страницу блоки регистров Modbus для чтения мастером, блок Modbus Rec Out для передачи целочисленного значения, блок Modbus Coil Out для булевского значения и Modbus Float Out для вещественного значения. Для подключения этих блоков регистров к блоку протокола Modbus TCP Slave создадим у него три коннектора BO. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на блоке и выбрать создать. Введем количество 3 и нажмем ОК. Теперь соединим коннекторы блока протокола с выходами блоков регистров Modbus. Ну и зададим им настройки. Укажем slave ID устройство на входах блоков 1, адреса регистров например 10, 100 и 200. Теперь добавим на страницу блоки регистров, которые будут записываться в PLK мастером. Это Modbus Rec In, Modbus Coil In и Modbus Float In для записи целого, булевого и вещественного значения. Подключим входы блоков регистров для записи к выходу блока протокола Modbus TCP Slave. Зададим настройки регистров slave ID устройства на входах блоков 1, а адреса регистров например 11, 101 и 202. Ну что ж, теперь у нас в контроллере сформирована вот такая карта регистров. Загрузим проект в PLK 210 и перейдем к настройке овенописи сервера. Откроем его и добавим узел. Протокол выберем Modbus TCP IP. В узел добавим устройство, дадим ему имя и укажем IP адрес. Добавим в устройство две группы тегов. В первой группе создадим три регистра на чтение, а во второй три регистра на запись. Настроим регистр на чтение. Для целочисленного установим имя, тип доступа только чтения, адрес 10. Для булевого значения зададим имя, тип доступа только чтения, тип данных boolean, регион coils и адрес 100. И для регистра типа float также придумаем имя, тип доступа только чтения, тип данных float, адрес 200. Порядок слов установим младшим регистром вперед. Теперь перейдем к регистрам на запись. Для целого числа имя, тип доступа только запись, функция записи 6 и адрес 11. Для булевого имя, тип доступа только запись, тип данных boolean, функция записи 5, адрес 101. Ну и для вещественного числа имя, тип доступа только запись, тип данных float, адрес 202. Порядок слов младшим регистром вперед. Ну что же, время проверить, как все это работает. Запускаем Oven OPC сервер и задаем значение регистров на чтение в PLK210. Видим, что OPC сервер прочитал эти значения из регистров контроллера. Теперь в OPC сервере изменим значение регистров на запись и видим полученные значения в проекте в среде полигон. Ну а в следующем ролике мы с вами настроим обмен PLK с модулями MX210.